всем привет ребят ну что сегодня у нас очередная прокачка это будет кенди старенький герой интересный герой но мало востребованный в принципе как и призрачный всадник и рыцарь тьмы вот такая вот сборочка у нас будет ремочка рунами что здесь оптимально конечно можно поставить ремку плюс оживу можно поставить на урон у меня на основе там с бастом было тестировал показывал вам но сейчас у меня именно такая сборка с порочным пактом максимальный урон на десятки наносит 260 процентов трем вражеским рандом и целям на поле также отнимает энергию на 46 процентов на 46 единиц то есть ну по сути у нас шкала 100 это 46 процентов также увеличивает уклонение героям с наименьшей жизнью на 30 процентов имеет 8 8 стройный ожог лдаун 5 секунд по сути ее можно использовать на по локации чтобы она снималась вражеских героев бафы то есть это забытая на арене смысла особо нет ну хотя тоже там принципе можно использовать везде в остальных локациях его честно говоря будут сливать жизнью героя не очень много так ну поехали сделаем сразу же эволюцию и потом уже пойдем тестировать чтобы не заморачиваться посмотрим уже на нее на максималке так вот дожились не хватает значков почета ужас так так давайте пойдем дальше делаем ее моментацию что по чарам и так по чарам изначально как видите у меня сейчас перомах стоит с попробуем третье лучше всего собирать что-то на урон по сути героя у вас один раз ударит и не более того потому что и очень быстро сольют ну видите нереально что-то интересное 255 ущерами это извечная беда что-то толковое достать герой сам по себе автопрокер то есть ремка 5 он сразу же включается давайте четверочка есть отлично по чарам конечно же победный ослепление можно поставить метеорит доспех чтобы выживала но нету смысла тратить на этого героя передачи энергии в принципе все это самое такое основное чтобы у героя повысить урон и было больше пользы от него так на что ее собирает ну собирать лучше всего крит плюс крит урон уклонение ролить невыгодно и смысла нет почему в принципе сейчас увидите конечно можно ролить у меня по моему на основе с уклонением было тестировал показывал да по ней так не попадают но это не тот герой который будет у вас там мега круто тащить так точность ставим сейчас крит урон плюс крит наберем по максимуму так крит урон отлично сейчас бы еще крит урон оставить пятерочку так отлично крит есть ловим пятерку любую в принципе нам этого хватит четверочка жизнь так вот такая вот у нас сборочка получилось поехали набиваем делаем вторую эволюцию покажу вам сразу как герои срабатывает вот так вот выкидывает конфетки ну как видите дамага не так уж и много сливаться будет очень быстро сейчас увидите стату на второй эволюции честно говоря она не особо радует и не будет радовать потому что для героев которые выходят в обновлении это просто ни о чем было бы неплохо чтобы старых героев реанимировали например изменения какие-то ввели их не базовые статы думаю для многих это стало бы было бы очень интересно напишите в коме то что вы думаете по этому поводу по поводу реанимации старых героев так отлично зачем я докачал в принципе мы сейчас их вернем обратно так кенди кейн откачиваем по чуть-чуть на краса вот можете увидеть герой бьет как по юнитам так по зданиям то есть по сути зона атаки у него вся карта за счет того что автопрокер вот на именно на пвп локации отлично заходит на остальные режимы особо смысла даже нет качать вообще смысла качать честно говоря да там возможно в забытой вам будет но против топов этот герой однозначно не поможет можно будет потестить команду с максимальным разбросами посмотреть взять его например душик а там кинди ару взять для блокировки то есть такого типа героев с забором энергии не активирован смотритель даже ничего себе а 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 Продолжение следует... Так, все, накрасно мы докачали, добиваем и идем тестировать героя там, начиная с арены. Особо много локаций, честно говоря, для этого героя нет. Ну, есть нюансы, можете прокачать его, но вы просто потратите ресурсы лишние на героя. Единственное, это же, говорю, ради силы, чтобы получить силу с агментацией там и с прочим, есть еще смысл. Больше, как бы, от прокачки этого героя вы не получите, но мы сейчас посмотрим на урон, что у нас с этого получится. Так, все, кинди кейн у нас готово. Что мы имеем по стате? 125 тысяч, ребят, 125 тысяч это ни о чем на сегодня. 9 тысяч атаки, 1200 скорость. Ну, скорость, по сути, тут не особо решает. В общем, поехали, достанем. Давайте на рейде. Я не знаю, на кого тут даже напасть с таким героем. Давайте попробуем. Бум, полетела. Ну, там что-то по Анубису мы ударили, и Фрейя там с плюшки просто ушатала. Идем в экспедицию. Так, лично я теряю героев с виду. Вот она, скина на нее пока. Нет, так, смотрим. Ну, что-то там прилетело, непонятно. Вроде так, ничего зарядило. Но сейчас посмотрим еще. 48 тысяч. Ну, такое себе. Вот плюс то, что она снимает офигенную энергию. Ну, и дальность атаки у нее неплохая. А так, в основном, видите, герой не особо там будет у вас тащить. 83 тысячи. Крит проходит тоже недовольно-таки нечасто. Ну, вот, восьмой ожог. Опять ударила. Ну, 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 ну. Видите, не так просто ее слить. Вот на кнест они ее слили. Герои без эволюции. Так, идем в СБ-шку. Вот у меня одна карта есть. Я вам просто тут покажу на примере одной карты, какой толк от этого героя. Вот ставим ее здесь в конце. Впереди поставим вольта. Или должны впереди рядом. Вот какой-то трешный прочитал. Треш-панда. Вот. Снимает она энергию с них. Соответственно, дает еще и, видите, появляется вот такой зеленый человечек. Это уклонение увеличено у героев. И, как видите, не так уж и просто слить моего вольта вместе с ней. Смотрите, сколько Афина нанесла удара. Мисс, 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 мисс. Вот. В этом плане, конечно, есть плюс. Вот именно и для этой локации. В остальных локациях можете просто забыть про этого героя. Это не то. Все. Просрали мы свою попытку. Поехали. Тестировать. Здесь. Посмотрим хотя бы на урон, который она наносит. Так, где там кенди наша? Вот. Ударил у нас смотритель. Вот она ударила. Ну, в принципе, ударила больновато. Я вам скажу. Так, хрон. Ну, вот и все. И на этом все закончилось. Давайте найдем какого-то противника попроще. Ну, такое себе. Там сто с чем-то тысяч ударило. Ну, честно скажу, это фигня. Ну, вот. Посмотрите, как Афинка миссает по ней. Это при том, что у меня уклонение не стоит. Вот. Ее скилл. Плюс еще поставить ей слона. Плюс наролить уклонение. По ней будет очень сложно попасть. Возможно, мы это сделаем, потестируем в будущем. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидите этот трешечок. Ну, а так, в принципе, герой, как видите, интересный. Но, к сожалению, он старенький. И толку от него не особо много у вас будет. Урон, в принципе, с пактом 103 тысячи критом. Неплохо. Для этого героя. Ради интереса забил ее еще на подземке. На нашу любимую подземку. Просто вы видите, как по ней будут миссовать. Вот. Посмотрите, как миссы вылазят по ней. Практически не попадают. Еще плюс ржог. Восьмой встроенный. Посмотрим сейчас, что с этого получится. У нас зеленый смотритель активирован. Сейчас посмотрим. Пусть прилетит по какому-то дракону. Либо миссия урон. Так, ну что-то я эту таблетку разбила. Может, я пропущу. Вы напишите в комментах уже, сколько прилетела. Потому что она бьет по всей карте. Тут просто не видно даже. Если пройдет урон, то... Ну, 10% уже набило. Ну, что-то там попало. Но фигню, по сути, по миссию смотрю. Урон маленький прошел. У нас тут смотритель быстрее, наверное, убьет. Разобьет все, чем она. Ну, держится. Конечно, неплохо за счет восьмого ожога. Вот, посмотрите. 6 миллионов смотритель наносит. Это жесть, конечно. Ну, слона можно было бы поставить сюда. Ну, туда некому хилить. Так, что там? 200 тысяч прошло. 140. Ну, видите, бьет очень-очень мало. Посмотрите, смотритель ударил дракона. Просто не стало. Это жесть. Ну, конечно, мы не успеем набрать много. Вот так вот, минус анклотс. Что-то мы не к ней бегут. Вот, кстати, сейчас посмотрим. Вот миссают. Смотрите, как офигенно миссают месса. Ну, в этом плане, конечно, круто смотрится она. Но, к сожалению... Это единственный герой, кто такой, имеет уклонение, но не востребованный. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.